шала взведена всем добрейшего дня народ мы на стояночке сегодня у нас понедельник он тут протрем что мы едем снова на работу посмотрим фарик ударить ударе как говорит в общем вчера был на сервисе замена масла новый бачок гидроусилителя оригинал мой почему-то подтекал вроде как сказали возможно есть трещина какая-то там была не знаю поставил новый орига и гидравлика сцепления но моя мне что-то перестала нравиться там уже подтекала изнутри так что вот такие новости вложения бизнес для дела такое сами понимаете кто там спрашивал сколько можно зарабатывать сначала нужно посчитать сколько мы или вы или мы сможем тратить на это все а потом уже только сколько зарабатывать все на монтажка никого все хапун прошел эти человек 200 домкратов поставил на готове но никого нет в общем что прогреваемся едем грузиться и поедем с вами кто помнит фильм констанция вот короче едем санкт-петербург опять бывает такое помните как-то все время ролики были например попадала три рейса подряд могилёв бывает такой не ездишь не ездишь никуда те края а потом подряд 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 но вот так совпало кстати загрузку это договорился еще в субботу когда приехал поэтому ну едем город держинск загрузимся блин колесики слабые вообще передняя приеду буду думать надо покупать на два новых колеса и все и как говорится не думать два сезона откатали видите на 3 не хватает оставим будем если что летом добивать в общем вот такие новости все закрываем капот убираем снег и выезжаем на работу как-то так ну что как всегда что-то пошло не по плану там туда-сюда время 15-20 я приехал к часу мне обещали в час загрузить но чуть-чуть был груз не готов поэтому пришлось подождать потом немножко там загружали так по особенного потом немножко запихивали по особенному потому что очень много в общем обе короче машина питок под крышу вообще квадратиком 30 кубиков ну да ладно ну что нас ждут ночные язды потому что время никто ты помнится да все правильно как мы с братом ехали если я приеду на границу и там будет яхтады то это будет фиаско полная просто вот я запломбировали машина сказали что я говорю так на границе досмотра сказали в цемерке пломба прописано все бы хотят смотреть пускай письмо пишут там какое-то я короче не понял ну ладно очень по месту будем смотреть прям под крышу леденца качает будь здорово вы не поверите просто просто . под крышу загружен местами даже коробочки чуть-чуть упираются в там надеюсь дент не перетрет но в общем вот такие новости так что городу к держинску привет подписчикам стержинска всем привет вот и я у вас побывал давно не был только проездом все время но здесь есть еще человек делает полки автомобильная хотела себе новую полку сейчас смотрю пока моя там ее немножко я подделал туда-сюда пока держится хотя он красивая делает с обшивочкой такие все дела вот так что пока повременим руль хотел обтянуть руль тоже не попал короче работа такая что вроде на выходные записался к человеку а в субботу только возвращался с великих лук поэтому не попал но это еще когда великий ездил поэтому как-то так ладно что волосы назад и поперли я дома перекусил так что в кафе наверно заходить не будем никуда если что на границе хлебушка с колбаской по дочкам для опять салат забыл на что ты будешь делать холодильнике лежал но этот химический оливье он уже который рейс там лежит кто-то купил забыл с холодильника взять вот так или же так что вот такие новости все друзья потихонечку что поехали выезжаем с дзержинска через минск через мкад все традиционно через родину поедем не поеду я по этой питонке там просто много лишних километров надо ехать вот поэтому по этим судой как говорится сейчас посмотрим что у нас со снегом обещают ждет ли нас веселая ночь ну и тому подобное вот дзержинске только с трех часов ночи снег обещают что там в полоске и дальше в питере в питере без осадков минус 4 минус 2 минус 6 ночью так что уже радует самое главное чтобы не было дождя потому что когда дождь это гололед дикий это просто вообще не кайф в общем как то вот так так что все погнали хороший тренинг серый давай работай так что хотел сказать плеченицы проходил как раз первый съезд как-то деревня называется короче где направо на плеченицы не доезжая это беларусь нефти которая на городе короче транспортники валят 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 и это самое колонну узбеков остановили останавливали при мне колонна шли фурше 7 наверно и вот короче я подъезжаю здесь-то деревня под кареша да и перед ней стоит транспортник один на обочине короче лежит мужик ну судя потому что транспортник ничего не делает скорее всего что жмурик тени и пацаны сбили которые ехали узбеки такая себе история а просто как бы вот что видел то вам рассказал смотрю я думал конечно смотрю транспортник видимо этот остался а тот полетел догонять я думаю сейчас будут вызывать гаёвок ну или видели или кто-то сказал короче хрен его знает может как-то так но мы движемся дальше скоро не помнили принца ехали через мин же поехал по мкаду на 100 заехал здесь на логойке вспомнил что там шаурму делаю думаю кафе не буду эти заходить некогда шаурму 5 минут сделали я поехал очереди не было и все на ходу пожелал тесно в лепеле хоть зайдем кофейку возьму и полетим дальше в чат закинул как бы сообщение о том чтобы может кто-то с пацанов едет на границу туда там дадут информацию по коллеге пока я тишина никто в чате нет в общем такая вот фигурка ладно все чешем дальше продолжаем путь 5 снега по финалам нормально так нормально вообще нам снежно я бы сказал все поехали нам еще работать 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 так ну что друзья мы влепили короче горела у меня ошибка со вчерашнего дня до поставок я поменял масло все утром все на заметил думаю что за ошибка такая но тебя пытаюсь перевести позвонила специалисту сережек говорю это самое давай переводи ё-моё он перевел горит низкий уровень тормозной жидкости как так-то а я сегодня когда мы ваш коту льва сварю провод какую-то висит я если честно то болин когда игр глушили там чудачки то провода там он отвязывал может это где вывалился из-за гашников и потом до меня дошло на бачке провод позвонил госпециалисты вчера снимал провода игра взял нет ну вот минус в карму тебя чем ладно помыл немножко фарик прям светит стали взял кофейку в бегом ли останавливался я вам рассказывал или нет бегом ли останавливался магазин забежал глянули роллтона нет купил какой-то правда не рон там там такие какашки еще те вот и все сейчас попьем кофейку шахнем твикс и поедем братан еще рано тебя обгонять здесь стоят полицейские могут стоять и это самое еще тут лепель поэтому не гони я так быстро не буду тебе это делать вот все поехали поехали ближе к границе вернее нам до лепеля а так не заехать надо застраховаться страховка завтрашнего дня заканчивается поэтому надо страховочку обновить и уже поедем дальше вроде везде останавливаюсь на 5 минут чтобы времени как говорится даром не терять но как вы понимаете еще ехать 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 так что как-то вот так все друзья буду пить кабу и ехать ну вот очередной привет городу полоску о какие красивые белые буковки горят а просто красота с подсветочка и все дела еду что-то тут спрашиваю спрашиваю на границе но новости просто такие что короче аж дергается что-то внутри такое ощущение хоть это пяти утра день и подложить спи я серьезно а потом утром вставай в пять утра старту и пошел вот там колейка сказали о хрен знает откуда что это будет а может обмануться поехать точно так же на фитос поехать на фито там взять бегунок подъехать ближе к шлагбауму и все а потом пока там кто-нибудь торганет лицо хопа заскочил и все и ты уже считаю в дамках как он такой варик ладно сейчас подъедет на застраховаться подъедем посмотрим вообще как там обстановка что что как куда прикинемся что мы везем какую-нибудь молочку саппи не знает или еще что-нибудь дураком прикинулся я еду вот сюда вот на стояночку на стояночку еду заезжаешь пошел бегунок взял ну там просится бесполезно я подыхал просился как бы все мне сказали что сдохнет и пропустил а я думаю если были на так нормально подайте сказать что ребята блин а я тороплюсь я скажу пошел ты короче за нашими коллегами куда-нибудь туда ладно не будем раньше времени кипиш-мипишно а вдруг сейчас раз и там коллегу просто у меня один вопрос первый какого хера блять он едет на аварийке блять посреди дороги блять в левом ряду они вправо это у меня первый вопрос моему погудим как бы спросим типа почему здесь а второй вопрос почему когда на красной горке никого никуда не записываю ничего блять никуда не вносят десятки тысяч машин эти проезжают все едут куда хотят как хотят бля в чем дело ну реально почему одни там нигде ничего не смотрят а вторые вот тут перепись населения делать что-то куда-то записывают что-то куда-то сканируют даму чем чуть понят носка очень интересного понимаете пойти задать вопрос и тебе будут там непонятно что говорит то же самое на лапке там что-то сканирует туда этот аппарат сунет этот как регистратор там проговаривают номер машины что вы переписываете куда куда ты едешь шей братан шоу прочь газу это mercedes или что это за микро что не определил когда это очень старый mercedes в общем как-то вот так ладно сейчас будет проскочить это самое я тут уже станет красный не поедем на это на тот нефти заеду блин а это самая страховочку делаем все и поехали вот такие новости блин 56 машина горит стоит коллеги бля парни вы что считать не умеете ну да мы там в лесу вон там стояли вон там вот тут еще до поворота было далековато сейчас устает поворота сюда на стоянку ну вот кто там стоит пятым или тигр четвертым стою 57 минут отстоял вроде пересменка было может сейчас бляха будут какой-то там движ устраивать но он вижу просто первые машины которые стоят вот только вылезли пошли оформляться это плохо я правда уже в рации ликбез провел так что говорю пацаны не менжуйтесь грудите кто третьими пятыми стоит там шестыми идите отдавайте им документы чтобы пошла к вам заезжали не стояли потом это самое и не ждали пока они подъедут это самое оформится все это видите какая штука классно ё-моё сейчас все будет видать все прекрасно зеркала зеркала еще видать паре можно протереть кстати фары я подрегулировал вчера реально были ближний свет перегорел а я его выключил боже я думаю чё такое серёга серёга я мое еще плохой стал это же противо туманки горят ну я думаю часика полтора придется здесь погоревал но пацаны говорят видишь отстоял час была пересменка сейчас должен движ начаться но еще чтобы эти вот стоит 67 регион видите стоит с рифом тоже наверное ему там что-то надо оформлять а брестские молочники поедут туда ладно все стоим ждем покачаю еще остатки топлива пол бака осталось основного там сколько не знаю а еще с той стороны не помыл треугольничек не все и будем как говорится в ожидании нервы палить себя так что как-то вот так вот так вот это хорошо моется правда сейчас темно нихрена не видно вот но прямо спасибо алексею большое со смоленска за подгон спасибо лёха классная что-то работает все ладно ждем так ну что друзья бля я замерз как собака там стоять просто время 2252 до чуть быстрее чем мы с братом но все равно два с половиной часа просто непонятно пока женщина тоже что в четверг было заставила открыть бог ломбу сняли а этот горит ломба вам никто не имеет права сняться объясняю человеку вас класская пломба вообще ничего не значит она не таможенная ли еще какая-то но ладно ломба лежит здесь уже тут поорал на маршрутчик а потому что видите ли он у него автобус он людей привез я поддержать шлагбаум уже трогать он берет заезжает передо мной и начинают люди выходить выхожу говорю зачем ты так заехал у меня автобус я гречу чё случилось у автобус ну это автобус я людей везу дальше что они у тебя что паспортный прошли ли что ты зачем перестань сбоку слева как все делают людей высадил по оформились и все и поехали какие проблемы зачем эти сложности создавать блять вот просто у меня вот но нет слов честное слово от этой простоты или борзоты людскую я не знаю вот он ездит во а у меня автобус маршрутчик ты ёптаем это у тебя в техпаспорте автобусы и правда все разделаюсь нет моих больше сил так замерки документы мне отдали техпаспорт отдали все проверить пока не уехал еще и волосы назад поехали дальше короче дичь диковинная честное слово друзья честное слово у меня просто нет слов все нормально вроде паспорт техпаспорт я забрал все поехали во сколько мы с братом в час ночи что ли вы ехали отсюда я уже не помню но было поздно я уже пошел по колейке попросил ребята идите чуть заранее оформляется с пожалуйста потому что чем позже вы оформитесь но пойдете тем ну в общем вы поняли ну вот меня буквально вот я подъехал на вышло две минуты посмотрела я поехал я не знаю почему мы стоим два с половиной часа вообще непонятно там сзади тоже пуся жники подъехали две фуры пошли оформляции остался промежуток получается они уже давая бежать у они стоят и рано пошли парни оформляться чё смотрю уже сзади уже налево крутить объезжать позже короче нет слов у меня я расстроен от человек от человеков от людей в принципе и в отношении людей что там тебе такое не видно что ли я фары отрегулировал вчера ближний сделал нормально все в чем проблема так что как-то вот так солярки мы нигде опять ночью не купим я так чувствую доезжаем до острова или не знаю до острова или до пскова и в пскове на так нефти заправимся посмотрим ладно причем мы заправляем по 56 заправлялись до 56 ладно очень посмотрим доедем и поглядем короче я немножко вот расстроился блин а с этими вот как-то люди вот ну не знаю вот честно волки и те дружнее живут в стае да вот человек пошел форме так там этот актрас один кстати с велика голова воздух сошел он короче как завел машину воздух не накачал ошибая шестерку атмосферу он взял вахнул передачу она заглохла не тронулась и передача не выключается и машина не заводится соответственно что надо подать воздух соседние сзади дав стоял подъехал я мужикам помог там ушла туда-сюда короче перекинули потом оказалось что клемма на аккумуляторе почему-то болтается у него поэтому не заняться у него свет тускло горит и боже у тебя свет тускло горит что-то с аккумуляторами ну да нет было все нормально по итогу крышку сняли клеммара прослаблена ключа у него конечно поджать там под рукой не было взял большой ключ забил ее поглубже об завелся все ну вроде как поехали скажем так так что вот так вот эти подмораживает маленько я уже вижу что немножко асфальт такой такой себе ладно как бы то ни было бля ну надо оставаться хоть где-то человеком но минимально но люди пошли оформляться давай объезжать горит а чего вы лезете ну зачем быстрее не будет они сейчас подъедут прямо к шлагбауму но так и получилось они прибежали чик подъехали в шлагбаум и мы пошли оформляться все вот этот вот главное говорит на вы со мной разговаривать на ты и только ты потому что ты себя ведешь бля пах автобус так что у тебя чем привилегия ну поставим машинку сбоку люди вышли пошли в паспортный ну и все и занимайся дальше своим делом кто там такие прожекторы включил видите как светит ну конечно да выключи ты заранее их а моргаю еду дальнепойщик разозлили меня на ночь глядя взбодрили то брестки яйцы коллеги очень ладно надо успокоиться маленько я не такой злой как вы честно честно просто ну выпешивает эта ситуация приехали причем они постояли не столько они могут мы приехали сзади еще стояла и века такая более древняя дал тоже минске там перевозчик мы приехали при вы не поверите мы отстояли больше часа ни одна машина не приехала ни одной не было и потом когда мы уже здесь продвинулись там до хрен знает куда приехали два буса этих потом 3 там стал ну эту бреду муни хера себе вот это фарта еду в рацию спрошу перед границей до 5-6 машин 2 едет ночь машин здесь и сможем приезжаем там колейка стоит а потом никого все ладенько погнали а у харчевня кэфси где мы с вами все правильно город псков вон там тасс нефть заедем заправим солярка моля блячу опять подорожала блять как 57 было 56 блин ну мы же заезжали с братом было 56 чё за фигня и обмах и на луку или заправиться ну и цены я вот просто хренею а просто ну и ладно сатен зальем поедем дальше чё такое блин чем еду меня уже рубит конкретно уже спать охота а надо еще ехать и ехать надо псковский пост пройти обратно туда как мы с братом залужский зайти этот хотелось бы скажем так и лечь спать нас тоже тупые знаки вот видите папа тупой знак стоит на ладно и папа вот такой вот невзрачники за ездить заправку вот он даже непонятно это больше заезд или выезд нет скорее все заезд сюда ехать нельзя там кирпич стоит почему по 5760 где-то вроде а может я путаю конечно блин чуток дорого солярка в нашу цену можно было дома заправляться и ехать спокойно почти нашу цену ладно заправим сатен чтобы нам туда-сюда хватило там если что в питере заправимся 57 60 до хренеть просто все друзья пошел 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 так ну что заправился 120 литра взял хотел больше но пистолет держал 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 бах отключил ну типа посмотришь и все на 120 колонка гудит не летом она и хрен с в общем проехал я около 600 километров сюда так как полный бак делал на загрузке вот влезла 80 литров до отсечки считайте сами по расходу но сегодня прямо не было такого расхода потому что трехи ветер был такой свой все равно вот посчитать 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 грубо говоря там по 13 получилось наверно это хорошо так что нормально три на три с половиной за так все поехали дальше время час пятьдесят что я хотел сказать то уже что тут можно было сказать когда уже все мозг отключается честно слово чуть-чуть чуть-чуть подрубливает но еще пока терпимо в общем пошла вот такая хрень какая-то это моросит не то что вообще непонятно короче хрень полная а вот поэтому тяжеловато ехать наш вальс мокрый все мокрое в общем одним словом зима и одним словом ночь днем конечно ехать в светлое время суток гораздо приятнее ладно все погнали проходим пост и этим дальше так ну что друзья мои мы у самой цели о кстати он дырочка хорошая есть хорошая дырочка жалко что возле рефа только тут тоже есть пару мест но тут правда места для инвалидов обозначена дальше инвалиды как раз стали сейчас поедем по кругу проедем бля время почти 4 я уже все я уже все почти все вот учет парковка грузовым нарисована стоит только этот самый красно-белый почему-то вот может к нему стать сюда и все вот так вот тоже мордой туда залезть а там сундуки с этой да и хрен с ней правильно правильно потому что что уже пора спать вот так вот чик вот так вот чик и все до знака они тут как раз просто раз две машинки стояли правда блин все равно уклон какой-то в эту сторону маленько в общем ладно друзья я сейчас где-нибудь запаркуюсь я отдыхать все сил нету так что увидимся утром друзья мои всем добрейшего утра еще одного все сережка уже помылся кофигу попил минимальный обход все пломбы нету на границе сняли кто не в курсе кто промотал в этот момент в одном сусе но вот две тонны по машине вот но что-то кто-то в рот да как обычно заказ никогда не поверишь а двух тонн так машина присаживать конечно врет так блин я забыл не посту выключить раз обороты набрала я после ночи человек по секундочку на как раз швырдит но чтоб она с оборотов заглохла так сказать нагарчик сбрасывал все время блин а уже наверное без 20 10 я в 4 приехал в девять будильник прозвенел что-то не могу подняться так спится просто лайк вот но надо ехать часа два до питера тут 120 километров попрем девушка стоит курит видите он там слышала что я хожу один на заправке говорю думает как той песни сумасшедший ладненько что взревели моторы видите какие правильные водители 60 лет 75 никто не мне все образно бмв тойота американская то что королла или как она но это корова но американская в общем что друзья блин а хотел сказать еду я уже к питеру тут скоро буду подъезжать что у нас тут короче гатчина что ли или что вот сейчас закину эту часть ролика посмотрите не забудьте про лайкать подписаться кто не подписался что сережка поехал как пройдет мой день по питеру вам расскажу в следующей части так что всем спасибо за лайки и просмотры а я поехал дальше так что вся и так так и